Стабальников в Хакасии в этом году стало вдвое больше, чем в прошлом. Максимальный результат на ЕГЭ получили 14 выпускников школ. Выросло и общее число отличников. Наш корреспондент Виктор Лушников встретился с рекордсменами, узнал их дальнейшие планы на жизнь. Ольга Цыганова – частый гость библиотеки. Во время учебы приходила сюда готовиться к ЕГЭ, писала рефераты и доклады. Сейчас студирует юридическую литературу. Со своими блестящими баллами Ольга стала студенткой юрфака Томского госуниверситета. Понятно, на бюджетном месте. Юрфак больше котируется. Он очень сильный, там хорошо учат. Ольга Цыганова – выпускница первой школы Абакана. Заработала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Таких в Хакасии в этом году 14. 9 вундеркиндов из Абакана, один из национальной гимназии и по одному из Аскизского района Черногорска-Сайногорская базы. Большинство получили 100 баллов по русскому языку и по одному человеку, показали блестящее знание физики и литературы. 100 баллов – это результат огромного труда совместного, педагогов, детей, родителей. И это, мы всегда подчеркиваем, путевка в ведущие вузы страны. Одаренные дети из Хакасии со своими высокими баллами этим летом подали документы в ведущие вузы России и лидировали в списках абитуриентов. Николай Судаков из Саиногорска, набравший 100 баллов по физике, стал студентом престижной Бауманки. Валентина Сидорова из Абакана будет учиться в Санкт-Петербургском горном университете. Но многие остаются в Хакасии, как, например, будущий врач Дмитрий Иванинский. Он получил свои 100 баллов по биологии, став призером межвузовской олимпиады «Будущее Сибири» и возглавил рейтинг абитуриентов на специальность «Лечебное дело» в ХГУ. Учиться тяжело всегда, потому что это может быть неприятно и не сразу видишь результат своих трудов. Но это гарантированно они наступят, если не опускать руки. Нужно все время учиться, учиться, и в конце концов ни один час, проведенный за учебниками, не останется невознагражденным. Для материалистов можно добавить проденежный эквивалент оценки в 100 баллов. Ученикам вручают дипломы и премию в 10 тысяч рублей. Учителям увеличивают стимулирующие выплаты и рекомендуют к повышению категории. И еще дети, поступившие на бюджет, экономят солидные средства своим родителям. Та же Ольга Цыганова сберегла семье более полумиллиона. Ведь курс Юрфака в Томском госуниверситете стоит 140 тысяч рублей. Виктор Лушников, Владимир Филипповский, Вестихакасия.